Мы приехали из города Усинска, это деревня Новикборж. Мы приехали из Троицко-Печорска, Троицко-Печорский район, республика Коми. Наша семья состоит из пяти человек. Мы приехали из села Уссильма, это старинное село на реке Печора. И это только малая часть тех, кого смогло объединить движение первых на арктическом фестивале «Родные и любимые». Приполярная Инта стала местом встречи и объединения семей и детей из разных уголков республики. У каждой семьи свой фэмили-лук, но большинство отдали предпочтение костюмам с национальным колоритом. Семья Бобрецовых из Уссильмы рассказала, какие увлечения и традиции прививают детям. Наш папа увозит нас на охоту, на рыбалку, всей семьей, все дружно мы ездим. На зимнюю подлёдную рыбалку, летом суточкой мы всей семьей ездим. Мы можем поехать за 100 километров на охоту с папой, просто утром встать в 5 часов и поехать. Это нам для души. Дети наши называют это пикник. Форум «Родные и любимые» прошёл впервые, с намёком на то, что событие станет ежегодной традицией. Развитие семейного сообщества – одно из направлений организаторов этого мероприятия – движение первых. На сегодня движение первых – это самая крупная молодёжная детско-юношеская организация по всей стране. Уже более 5 миллионов участников. И было понятно, что без родителей ни одна организация, которая работает с детьми, не может самостоятельно существовать. Пока взрослые обсуждали меры господдержки семей и другие серьёзные вопросы, детей увлекали на интерактивных площадках. Юным участникам надо было решить ряд задач – проявить смекалку и творческий подход. Развитие способностей и формирование собственных идей – это основа работы движения первых. Сегодня в республике работает 336 первичных отделений, где проявить себя могут все желающие. Владимир Руйба лично оценил работу детско-юношеского движения в КОМе. В 2023 году в различных мероприятиях движения первых приняло участие более 10 тысяч наших детей. Ну и мы поддерживаем, конечно, движение первых на всех уровнях власти и на уровне главы республики, правительства, муниципалитетов. Мы заинтересованы в развитии организации, вовлечении в неё как можно больше наших детей. Глава республики побывал на Координационном совете движения первых, где юные активисты выступили со своими докладами. Открытый марафон, школа лидера, киберспортивный турнир, патриотические акции и ещё множество событий, в которых приняли участие члены движения первых. А ещё молодёжь придумывает проекты на грантовые конкурсы. В этом году от республики подано 75 проектов на общую сумму более 70 миллионов рублей. Екатерина Розина, Татьяна Маннова, Евгений Михалкович, телеканал Юрган.